Здоровья, я Омега, рад приветствовать тебя на канале Омегон, и сегодня у нас реакция на Амунишн Тайм. Почему броня Нильфгарда плохая? Погнали посмотрим, Ведьмак 3 как-никак. Рыцари Нильфгарда из Ведьмак 3 выделяются своей эстетикой, однако являются ли они еще и функциональными в нашем с вами мире? На этот вопрос мы и попытаемся ответить. Вы на канале Амунишн Тайм, и здесь я рассказываю о снаряжении из игры и фильмов, а также ищу их реально существовавшие аналоги. В этом выпуске речь пойдет о броне Нильфгарда, который уносит военные аристократии в третьей части саги. Начнем с общего впечатления от внешнего вида доспеха. Выглядит он очень эффектно. Все металлические элементы покрашены в черный, а вальцовка имеет золотой цвет. Вальцовкой на доспехах называют скругление по краям пластин, которые кузнецы делают, чтобы в случае колющего удара выпуклый закругленный край изменял направление меча. Хотя этого может и не случиться. Золотой на черном фоне будет выглядеть классно, но стоить такой доспех будет очень дорого, так как покрытие золотом удовольствие не из дешевых. Да и в реальности такая художественная ювелирная отделка настоящему боевому доспеху будет банально не нужна. Панцирь Нильфов Ониксова черный, будто покрытый эмалью. Разумеется, это ненужная роскошь для военной защиты. От первого же удара по стальной пластине эмаль банально сколется, осыпется, и ее придется наносить заново. Теперь обсудим пернатый шлем. Его неотъемлемый атрибут – два крыла, создающие силуэт, несущийся на свою добычу хищной птицы в тот момент, когда всадник скачет на лошади. Крылья были описаны еще в книгах о ведьмаке и цире, они снились в кошмарах. Самое главное, такой элемент декора почти не влияет негативно на защитные функции шлема. Подобный плюмаж нередко встречался в реальной истории. Но чаще всего их либо снимали, либо одевали на какой-либо, наверное, некий парад, может быть, или демонстрацию. Говоря о стальном оголовье шлема, то оно обладает формой купола, благодаря которой удары будут соскользоваться. Также не будем упускать из внимания нижнюю деталь шлема, закрывающую подбородок. Такой вид защиты головы называется салат бувегер. Бувегер – это ношейник, который является либо элементом шлема, либо деталью прикованной к керасе. Конкретно у шлема из игры два недостатка. Первый – слишком открытое лицо. С одной стороны хороший обзор, а с другой – большая уязвимость. Не знаю, почему не сделали, если не забрало, то хотя бы полумаску. Второй недостаток – эти непонятно зачем нужные четырехгранные шипы, идущие по периметру купола. Выполняют они исключительно вредительские функции. Такие это, ремни были с такими шипами. Утяжеление и помеха для скользящего движения от удара врага. Но в целом, если бы не эти шипы, то шлем был бы вполне историчным. Далее настал момент поговорить о защите туловища. Здесь мы видим классическую латную средневековую керасу. Подобные керасы были изготовлены так, чтобы защищать жизненно важные органы – сердце и область живота. По оси тела панциря идет ребро жесткости, дабы увеличить показатели приведенной брони. Такую броню не пробивает ни один прямой удар мечом, особенно если доспех выполнен из закаленной стали высокого качества. Плечи защищены сегментированными наплечниками, каждый из которых состоит из пяти листов металла, идущими внахлёст друг на друга. Рукавицы очень похожи на готические и представляют собой компромисс между подвижностью и защищенностью. Длинная манжета позволяет надевать их без наручей, а зазор между налокотником и рукавицей небольшой. Очень занятным элементом защиты корпуса являются плоские металлические диски, называемые рондели. В их задачу входит защита подмышечной артерии от колющих ударов. Вот представь, да, у кого-то возникнет желание тебе подмышку ткнуть. Ну, серьёзно. Ой, я хотел в сердце, но получилось, в подмышку тебя ткнул. Окованного в броню рыцаря почти нет уязвимых зла. Хотя, в принципе, да, раньше в доспехах скрепления всякие между руками, да, там, или подмышки, они были менее защищёнными. Вполне возможно, что туда могли бы пытаться тыкнуть, либо ножом напасть, либо колющим ударом меча попробовать пронзить. Хорошо. Пехов являлись наименее защищёнными местами, особенно подмышки. Поэтому кузнецы догадались защитить их очень подвижной, круглой, вогнутой деталью, дабы укол приходился в неё. Высшие офицеры в игре выделяются ещё вот такими ронделями в форме башен. В реальности я ничего подобного не видел, скорее всего потому, что с функциональной точки зрения они проигрывают обычным дисковым очень жёстко. Кто-то скажет, что они больше в размерах и защищают сильнее. Так они и во время ударов будут сковывать движения сильнее. А даже если и нет, то гораздо выгоднее просто сделать диск с большим диаметром, потому что защита увеличится равномерно во всех направлениях. Ну да ладно, это мелочь. Куда важнее то, что именно в контексте комплекта нильфгардских доспехов рондели чуть ли не самый бесполезный элемент защиты. Дело в том, что рондели отлично вписываются в готические латы, которые выглядят вот так. В этом случае подмышки действительно одна из малочисленных уязвимых зон, которые имеет смысл защитить, чтобы быть чуть ли не танком. Но с бронёй нильфгардцев дела обстоят иначе, ведь у них полностью открыт пах. Чтобы вы понимали, когда врагу доступна для поражения бедренная артерия, ему подмышки нафиг не упали. Круглые диски на них, как мёртвому припарка, все будут целиться именно в бёдра, и при попадании туда бедного нильфгардца немедленно ждёт отвал. Вообще я понятия не имею, чем объясняется такая брешь в защите тела. Первое, о чём я подумал, что у нильфов подобные доспехи носят офицеры, а офицеры — это, как правило, кавалерия. То есть им, наверное, не так нужно беспокоиться о защите, как пехотинцам. Однако я быстро понял, что это глупость, потому что ноги для всадника — это очень важное место, особенно в те моменты, когда он воюет с пехотой. Те, кто стоит на земле, только и делают, что пытаются порубить наездника на куски и стащить его с лошади. И вот когда они рубят его, пока он ещё на лошади, первым делом под раздачу попадают ноги, причём именно бёдра. У нильфгардцев эта часть тела, по сути, голая, отсутствуют не то, что двусоставные набедреники. Просто можно мечом ожахнуть и просто на тебе минус просто, минус просто твоя ляха. Кино и кольчужные чулки. Не завезли даже пластинчатую юбку, хотя казалось бы. При этом, что странно, желе замакованы сапоги на уровне голенища. Почему так? Этого я не знаю. По итогу можно сказать, что рыцарские доспехи нильфгарда в большей степени предназначены для пешего боя, при этом с наличием существенной уязвимости в области паха. Подобный недостаток является очень критичным для пешего бойца и чудовищно критичным для конного воина, особенно в бою против многочисленной пехоты. Кераса и защита рук не имеют никаких конструкционных дефектов, ну а шлем почти не имеет. За исключением, как я уже сказал, непонятных шипов, он является вполне классическим салатом с юбигером без забрала. Так что по шкале реализма, броня получает от меня 4 балла из 5. Обязательно пишите свои мысли в комментариях, и там же предлагайте темы для будущих выпусков. Не забывайте ставить лайки или дизлайки и подписываться на канал. А на этом у меня всё. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Блин, ну шипы реально на шлеме беспонтово выглядят, ну правда, ну беспонтово, ну не смотрятся они вообще, дерьмово как-то выглядят. А так, в принципе, броня-то не фиговенькая, ну и не считая ещё ног, что они никак не защищены, хоть какие-то либо пластины, либо кольчушки бы хотя бы. Потому что можно ляху реально подрубить хорошо. Что вы думаете, напишите тоже в комментариях, будет довольно-таки интересно почитать. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok